Приветствую вас! Начать, прежде всего, мне бы хотелось с того, как поступает в вашем случае человек, ну, скажем так, да, утренённый. Тот, у кого, скажем так, всё относительно хорошо, вообще. Человек чувствует, что его что-то гложет, да, человек чувствует, что хочет себя как-то выразить, да, ну, в принципе, все хотят себя выразить, все хотят как-то выделяться, вот. Правда, не везде это можно и не всегда получается, это понятно, но, тем не менее, хотят этого все. Человек выбирает для себя те, ну, скажем так, сферы, где он может реализоваться, да, где он может выразить себя именно. И он это делает. Он именно этим и занимается. Что происходит у вас? У вас есть потребность выражать себя. И, в общем, я думаю, что эта потребность, она нормальная. Но при этом, при том, что такая потребность выражает себя у вас есть, вы остаётесь в состоянии нереализованности. И вот тот факт, что вы остаётесь в состоянии нереализованности, наводит на мысль, что может быть, я ещё раз повторю, может быть, не обязательно, что это именно так, но может быть. Может быть, вам чем-то выгодно вот такое состояние, когда вы не реализуетесь. То есть, вам чем-то может быть выгодно это состояние, когда вы вроде бы хотите реализоваться, да, но этого не делаете. Звучит ли это как-то, ну, абсурдно, как-то, ну, как-то странно и как-то вообще ненормально? Нет, не дути. Другое дело, что выгода, первичная выгода, вторичная выгода очень сильно различается по, значит, ну, по своему восприятию. То есть, если первичная выгода понятна, она очевидна и не требует никаких доказательств, то вот вторичная выгода далеко не всегда на поверхности лежит. И, на мой взгляд, было бы очень неплохо, если бы вы сами для себя попробовали бы увидеть, вот, какая может быть, какая может быть вторичная выгода для того, чтобы вам, ну, находиться вот в этом вашем состоянии, состоянии нереализованности. Вот, может быть, вы позволяете себе какие-то мысли, то есть постарайтесь подумать, что вы позволяете себе из-за подобного рода мыслей или по причине подобного рода состояния. Вот что вы позволяете себе? Такого, чего бы никогда не позволили бы, ну, в другом случае, в другой ситуации. Вот. Подумайте об этом. На самом деле, это достаточно важный момент, и мне кажется, что на нем нужно застричь внимание. Ну, вот. Далее. Помните, я говорил какое-то время назад, что человек, такой вот некий усредненный человек, да, он выбирает сферу, в которой он может реализоваться, сферу, в которой он может выразить себя. Это не обязательно сфера творчества, это не обязательно сфера работы и бизнеса. Совсем не обязательно. Это может быть абсолютно все, что угодно, начиная от, допустим, одежды и заканчивая, скажем, видом занавесок в вашей комнате, в том числе, например, ванной комнате. Понимаете? То есть, тонкость вся в том, именно тонкость вся в том, где вы можете себя выразить, где есть простор, где вы можете следовать не навязанным, например, установкам и не общепринятым нормам, а тем, что вы сами для себя выбрали. Да? Вот. И, соответственно, здесь, ну, имеет смысл подумать над тем, как и что вы вообще выбираете. Как, что и почему вы выбираете. То есть, чем вы руководствуете, например, при выборе, допустим, одежды, вот, и не удовлетворяет ли она вас, ваше желание самоутверждаться, да? Ну, допустим, допустим, это, как бы, банально, допустим, да? Ну, вот, и так далее, и так далее. То есть, выразиться можно где угодно, на самом деле, выразиться можно абсолютно где угодно, было бы, было бы желание, было бы желание. Это могут быть даже, даже, это могут быть татуировки, это может быть, да все, что угодно это может быть. Вот. Вопрос заключается в том, вот, как сказала вам моя коллега, да? Для чего? А зачем вам это нужно? Ну, это вопрос другой. Давайте сейчас разберем немножко ваш текст, чтобы вы, ну, я надеюсь, чтобы вы могли увидеть причины, по которым я подумал, что есть некая вторичная выгода. Вы пишите, творчество никакое не привлекает. Пробовала рада. Ну, вот здесь, конечно, очень интересный момент. С одной, с одной стороны, чувствуется ваша уверенность в том, что, ну, вы как-то, действительно, пробовали творчество. Я верю вам, что вы пробовали творчество. Я не сомневаюсь в том, что вы его пробовали. Вот. А, но, только, вот, вопрос, опять же, в том, для чего вы пробовали творчество. Чтобы выразить себя или, а, потому что был какой-то порыв внутренний, что-то творить. Потому что выразить себя это одно, а творчество это совсем другое. То есть выражать себя в творчестве, ну, в общем и целом, может далеко не каждый человек. То есть далеко не для каждого человека это возможно. Вот так, вот, можно сказать. Вот. Но то, что вы пробовали творчество, а, ну, да, это в корректировке. Да? Потому что, как вы пробовали творчество, что вы пробовали в, собственно, творчестве. Вот. Это мне, я думаю, нужно разбираться. Потому что, ну, вот исходя из того, что вы написали, вообще непонятно, что вы делали. С другой стороны, вы уже отрицаетесь. То есть вы, как бы, говорите, что творчество мне не подходит. То есть у вас уже заверены, есть какие-то, а, ну, какие-то формы, а, значит, какие-то формы реализации, да, формы реализации того, чего вы хотите. Которые вы отвергаете. Вот. И это, безусловно, создаёт ощущение того, что вы можете играть в игру под названием Дану. Вот. То есть об этом я вот вам рекомендую как следует тоже так подумать. То есть есть, а, такая игра Дану, когда человек, а, значит, составляет какой-то запрос. Вот. А, ему, этому человеку дают ответ, да, то есть как, как он может реализовать то, что хочет. Ну, а человек, собственно говоря, постоянно отрицает. Вот. Вот. У меня такое чувство, что вы склонны отрицать то, что вам, собственно говоря, предложат. Вот. Я не говорю вам, что так будет, а, обязательно. Вот. Вот. Но, вероятность такая, на мой взгляд, достаточно высока. А, игроки в Дану, вот вы можете посмотреть эту игру, а, игроки в Дану, они нуждаются во внимании. Как правило. Это основная потребность этих, этих людей. И, я думаю, я думаю, что выразить себя вы хотите, а, в том числе, именно потому, что вам нужно внимание. То есть, вы не чувствуете себя достаточно значимой в том, что вы делаете. Вот. И, если это, ну, действительно так, если это действительно так, то потребность этого внимания, это не то же самое, что выразить себя. Потребность этого внимания, это, на самом деле, совсем другая история. И совсем про другую. То есть, вообще про другую. Вот. И, в таком-таком случае, конечно, нет ничего удивительного в том, что у вас не получилось реализовать себя, да, не получилось реализовать свой, ну, свою потребность выразить себя, потому что вы были, по сути дела, сверх мотивированы. Сверх мотивация мешает вам творчески подходить к процессу самовыражения. Вот. И, если я прав, то вам нужно сперва решить свою проблему внимания, решить свою проблему потребности во внимании. И уже потом, уже после этого вы сможете достаточно легко использовать все необходимые, значит, ну, все необходимые средства, все возможности для того, чтобы реализовать себя. То, что, ну, вот, то, что вам хочется, то, что для вас важно. Вот. Только так и никак не иначе, никак не по-другому, не по-другому. Именно в таком порядке. Вот. Потому что, если этого не делать, то, соответственно, вы так всегда и будете творчество воспринимать, как некое средство. Вот. А как средство творчество воспринимать, к сожалению, нельзя. Ну, к сожалению или к счастью, это вопрос немножко другой, да. Вот. Нельзя. Нельзя воспринимать творчество, как средство. Вот. Потому что, когда оно выступает в качестве средства, оно не работает. Творчество. Никак. Вот. Вот. Отсюда. Отсюда. И идет ваша проблема. Ну, я единственное, что могу так сказать, что я не знаю, эээ, не знаю, эээ, потребность во внимании. Или, эээ, движет вами, значит, ээээ, в желании выразить себя. Вот. Этого я не знаю. Потому что, может быть, эээ, да, вот, может быть, это потребность во внимании, может быть, это что-то еще. Вот. То есть, я этого, этого я не знаю. Этого я знать не могу. С этим нужно работать. С этим нужно разбираться. Вот. И, соответственно, если с этим разобраться, да, то в общем и целом, в общем и целом, эээ, можно будет тогда уже, эээ, и определить, эээ, что вам нужно и что с этим можно будет сделать. И как, и как это можно будет реализовать. Да. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, да, эээ, значит, причина неудачи вашей, вашей, эээ, кроется, эээ, в том числе и в том, что вы, эээ, вот, собственно, чересчур, эээ, сильно нуждаетесь в этом выражении. И опять же, ээээ, коллега вам правильно, эээ, задала вопрос, да, то есть, для чего, для чего вы хотите, ээээ, себя выразить, выразить. Вот. Это важный момент. Действительно. Важный момент. Дальше идём. Работа и профессия для зарабатывания денег не более. Это не так. Работа и профессия могут, эээ, использоваться не только для зарабатывания денег. Не только. Работа и профессия могут вполне быть и творческими. Есть такие работы и такие виды работ, которые не приносят абсолютно никакого, ээээ, результата в плане денег, но приносят результат в плане ээээ, удовлетворения. Вот. То, что работа и профессия для вас, столько заработок денег на зарабатывание денег, ээээ, это, скорее, ну, что-то вроде установки. Причём это, скорее, что-то вроде такой, я бы сказал, ээээ, снижающая установка. Какая-то, которая, по сути, эээ, вас ограничивает, причём ограничивает вас, эээ, совершенно неоправдно. На мой взгляд. На мой взгляд. Совершенно неоправдно. Вот. То есть тут вот тот же момент. Да, если работа это только зарабатывание денег, то с какой стати? Вот просто, с какой стати работает для вас только зарабатывание денег? Вот. А сейчас, чем бы вы хотели заниматься не ради денег, а, например, например? Понимаете? Может быть, именно в этом ограничении и кроется ваша проблема, что, эээ, если вы воспринимаете работу исключительно только как средство зарабатывания денег, то, может быть, именно поэтому вы и не можете себя выразить. Эээ, ну, опять же, опять же, это не утверждение пока что на данный момент. Это просто предположение, исходя из того, что вот я могу прочитать вашим, ну, текстом. Вот. То есть понятно, да? Эээ, то заработа, это только зарабатывание денег, это ваше, ваше восприятие. И восприятие достаточно узкое. Восприятие достаточно узкое. Эээ, так. Дальше идём. В прошлом был собственный бизнес, в нём была самореализация, но финансовой отдачи не было, пришлось свернуть. Ну, эээ, понимаете, какая история? Опять же, здесь есть некая противоречия. Как это видится мне, по крайней мере. То есть, смотрите, вы пишите, вы пишите. Эээ, был некий бизнес. Ну, небольшой бизнес был, да, все, вот это всё. А вы бизнесом начали заниматься зачем? Для чего? Ну, наверное, 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 для того, чтобы работать. Чтобы, наверное, для того, чтобы выразиться, да? Как вы относились к тому, что отдачи не было? Как вы относились к тому, что его свернуть пришлось? Ведь вы же его почему-то свернули. И, несмотря на то, что вам очень важно вот этот вот, ну, вот этот аспект, аспект именно самореализации. Вы же его по какой-то причине свернули этот бизнес свой. Значит, какие-то были переживания по этому поводу. И переживания эти нужно разбираться. Какие были переживания, какие были мысли и почему ими названы, да? Дальше. Так. Сейчас я жена и мама. Работаю на дому. Финансово всё неплохо. Но что-то ноет в глубине души. Нет вдохновения, нет трепета, нет кайфа. Ну, надо сказать, что у вас имеет место быть, возможно, некая идеализация. Это бытия. Потому что трепет, вдохновение, такое ммм сильное чувство кайфа, оно возможно только, в общем, в молодости, когда у человека достаточно хорошо работают рецепты сэмпсоны. То есть, когда у человека незимутнено восприятие. когда человек, грубо говоря, не присытился впечатлениями. Ну, в жизни своей. Когда человек ещё может что-то удивлять. вот это ваше ощущение вы хотите. И здесь наблюдается вполне возможно определённый возрастной кризис. Не говорю, что он обязательно имеет место быть. Но такая вероятность есть. То есть, вы перешли определённую планку, определённую жизненную, возрастную границу. Но хотите, по-прежнему хотите чувствовать себя в душе такой же, какой вы были. Это возможно. только если вы будете непосредственно смотреть на мир и перестанете что-либо отвергать и начнёте пробовать вообще всё. Настолько, насколько это вам позволяет вот, ну, сейчас, теку... текущее, может быть, обстоятельства жизни. Вот, насколько вам это позволяет. Вот. только в этом случае, возможно, у вас получится вернуть кайф и трепет, потому что кайф, трепет и вдохновение возникают от спонтанности. Вот. вы своими действиями делаете что угодно, только не спонтанности. То есть, спонтанности вы не добавляете себе. Это очевидно, да? Тем, что спрашиваете, как себя можно выразить. А значит, что бы вы ни делали, как бы вы ни пытались себя выразить, скорее всего, удовлетворения в этом не будет. не будет. Почему? Потому что это будет не сонтанность. Вот. но опять же, опять же, если мы говорим, да, если мы говорим именно о кайфе, трепете, там, и так далее. Вот. Вот только если мы говорим о таких вещах. Потому что если вы под этим подразумеваете что-то другое, то, соответственно, из этого, из этого другого, ну, и, собственно, нужно исходить. Вот. Я говорю о том, как это понимаю и воспринимаю в данном случае я. Да? Без, скажем так, ну, без возможности уточнить у вас, как обстоят дела. но с другой, с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, разве ребёнок не является сферой самореализации? Разве смотря на успехи ребёнка, на его развитие, на его поведение, отступки, вы не можете чувствовать, что вы самореализуетесь? Получается, что, может быть, опять же, я не говорю, что это, это, ммм, обязательно так, но, может быть, вы, принижаете, ну, в той или иной степени, может быть, вы, принижаете вначение ребёнка. О. я ни в коем случае, не хочу сказать, что ребёнок, это, то, что может быть вашей самореализацией. Нет. Но, я хочу сказать, что принижать это, как минимум, не стоит. Далее, вы говорите, что работаете, вы на дому. Опять же, непонятно, делаете вы это по необходимости, или делаете вы это по своему, по своему желанию, если да, то, по какому желанию, почему вы это делаете, непонятно. Здесь, вот, но, вы работу свою, которую, ну, которую, вот, выбирали, да, работу, вы её, как выбирали, свою, свою работу? Ну, просто, как вы его выбирали? По каким критериям? Критериям. Самовыражение – это стиль. Это стиль. И ваши навыки там, где вы лучше всего разбираетесь. Ваши навыки там, где вы, собственно, уникально, допустим, да, уникально подходите к выполнению работы. То есть, где вам нравится, и где вы вырабатываете свой собственный подход. Вот, это и есть самовыражение. Вот. Но, опять же, вы говорите, что вы работаете над домом, и вас это не удовлетворяет. Значит, к работе, приват отношение более негативное, и более такое, финансово ориентированное. Вот. Это неплохо, но только при том условии, если есть компенсации какие-то. А в вашем случае компенсации Кхм. 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 Компенсации нет. Так. Дальше. Эээ. Озявлять предыдущий бизнес не хочу, он слишком заплатный. По времени, тогда у меня не будет возможности работать там, где сейчас хорошо платно. Ну, понимаете, вот, всей вашей, эээ, жизненной, эээ, да, эээ, нет. Тут непонятно, с чем мы имеем дело, эээ, с чем мы имеем дело. То есть, вы вынуждены работать. Эээ, как я понимаю, вынуждены вы работать сами. То есть, ну, муч, эээ, ваш, эээ, либо, эээ, не обеспечивает, вас, эээ, вот, либо он, соответственно, зарабатывает немного, либо, либо, не знаю, либо его вообще нет. Вот. Это непонятно, непонятно, опять-таки. Понимаете? Вот. То есть, я понимаю, что вы держите за место, где вам хорошо платят. Там нужно, либо менять, эээ, подход, эээ, в этой работе. То есть, ну, работать так, чтобы, вот, прямо, хорошо было. Чтобы, прям, вот, эээ, это был только чисто ваш подход. И не более того. Либо так, либо, 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 использовать в свободное время, эээ, свое, эээ, более органично. То есть, более эффективно. эффективно. Вот. Вот такие вот есть варианты. больше вариантов нет. Потому что, вы говорите, что, что, бизнес не вариант, потому что, там, ну, у меня, у меня, тогда не будет хватать времени на работу. Не ходи, хорошо платить. То есть, у вас, эээ, нуждаемость в деньгах есть, знаете. Нуждаемость в деньгах, ээээ, это одно. Ну да, мы с вами, самовыражение, это другое. И, эээ, нужно исходить из того, что для вас важнее. что вы, уже, удовлетворили, а удовлетворили вы, скорее всего, потребность в деньгах. Вот, соответственно, нужно менять что-то, что не навредит доходу. В таком случае. Что это? Нужно разбирать. Ну, я полагаю, так. То есть, опять же, основная мысль здесь. Если вы хотите кайфа, трепета и вдохновения, то это должна быть спонтанность. А то, что вы делаете, это уже не спонтанно. Это уже рафинировано. И отсюда никакого результата не будет. Ну, по этому, по этой причине. Ну, вот. На этом все. Эээ, я надеюсь, что помог вам. Эээ, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если, сделаете его лучшим. Эээ, если у вас остались, эээ, дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Ээ, желаю вам всего самого доброго. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok